Итак, ребята, всем привет! Сегодня мы с вами разбираем тест за пятый модуль учебника SportLight 9 класс. Итак, тест в одном варианте. Перейдем к первому заданию. Fill in the missing word. There are three words you do not need to use. Вставьте пропущенное слово. Есть три слова, которые вам не нужно использовать. Первое. No one knows the author's name as he chooses to remain anonymous. Итак, ребята, выбираем слово remain. Никто не знает имя автора, так как он предпочитает и выбирает оставаться неанонимным. Итак, remain. Второе. Jonathan absolutely loves adventure films, which are set in medieval times. Итак, Jonathan абсолютно любит предвлеченческие фильмы, которые происходят в средневековые времена. Set, да, то есть действия происходят. Set вставили. Третье. The children had to sit perfectly still while the photographer was taking their picture. Still, ребята. Still. Детям пришлось оставаться абсолютно недвижимыми, пока фотограф делал их фотографию. Четвертое, ребята. Некоторые голливудские актеры любят исполнять их собственные трюки, неважно, какими опасными они являются. Пятое. То есть четвертое, ребята, вставили слово stunt, stunt, трюки. Пятое. The artist's miniature sculptures are so small that they fit on the top of the pinhead. Ребята, вставляем слово miniature. Итак, миниатюрные скульптуры художника такие маленькие, что они помещаются на вершине булавки. Шестое. Most of his paintings portray scenes from the town where he grew up. Потрей. Итак, большинство из его картин являются портретами или сценами из города, где он вырос. Седьмое. You can't draw graffiti on that man's house. It's private property. Private, ребята, private. Ты не можешь рисовать граффити на доме этого человека. Это частная собственность. Восьмое. Children often express their artistic creativity through finger painting and drawing. Итак, вставляем слово artistic. Итак, дети часто выражают свою художественную креативность, творчество через рисование пальчиками и drawing. Ну, тоже рисование. Далее, ребята. Девятое. Ян любит какие-то романы о преступлениях, потому что они всегда имеют интересный и мистический сюжет. Итак, ребята, между тем мы с вами перейдем к заданию под буковкой B. Fill in the correct phrase. Ставьте правильную фразу. Ребята, обязательно не забудьте подписаться, чтобы не потеряться в следующем году. И поехали. Десятое. Рику нравятся фильмы о полной действии, потому что они наполнены захватывающими приключенческими сценами. Одиннадцатое. Shakespeare in Love is a great romantic comedy with an amazing all-star cast, including Joseph Fins, Gwyneth Paltrow and Geoffrey Rush. Итак, Shakespeare в любви – это романтическая комедия с восхитительным звездным составом. All-Star, ребята, All-Star, включая Joseph Fins, Gwyneth Paltrow и Geoffrey Rush. Двенадцатым. Стив сделал фантастическую реплику древнего корабля на классе моделирования. Model making. Но реплика, то есть это повторение тринадцатое, ребята. The special effects in Harry Potter were brilliant. It really looked like the characters could do magic. Итак, ребята, ставили special effects. Спецэффекты в Гарри Поттере были отличными. Они действительно выглядели, как будто герои обладают магией. Четырнадцатое. The box office, то есть вставляем слово box office, box office. The box office success мамы Мия made over 69 million pounds in the UK alone. Итак, кассовый успех мамы Мия принес только 69 миллионов фунтов только в Соединенном Королевстве. А Клэр сделала красивую глиняную вазу на гончарном колесе, который мы ей подарили на ее день рождения. Итак, Porter's wheel – гончарное колесо. Итак, ребята, а теперь перейдем к заданию под буковкой C. Complete the sentences using the correct form of the words in brackets. Заполните предложение, используя правильную форму глагола в скобках. Окей, давайте попробуем. Шестнадцатый. Джон is by far the most talented pupil in the art class. Итак, Джон – самый талантливый ученик в классе на уроке по рисованию. Ребята, most. Мы вставляем most. Далее. Семнадцатый. Which of Beethoven's compositions do you think is the most famous? Семнадцатый. Также вставляем слово most. Most famous. Какая ты думаешь из композиции Бетховена самая известная? Семнадцатый. Sue has been practicing alone, so her artwork is getting better. Это слово-исключение, да, ребята? Good – лучше, better. And better all the time. Итак, с you много практикуется, поэтому ее работа искусства становится лучше и лучше все время. Better and better. Далее, ребята. Девятнадцатый. That's the worst film I've ever seen. The characters were shallow, and the ending was dull and predictable. Итак, ребята, это опять же слово-исключение. Самый худший – это worst. И так, это был самый худший фильм, который я когда-либо видел. Герои были поверхностными, и конец был скучным и предсказуемым. Далее, ребята. Ник лепит гораздо более аккуратно, чем я, потому что он придает внимание к каждой маленькой детали. И так, much more – более аккуратно. Двадцать первым. The more Anne practiced, the easier it became for her to paint portraits. The more – опять же. Чем больше Анна практикуется, тем легче. Easier. Ребята, не забудьте, что на конце буква Y меняется на I. И так, тем легче стало для нее рисовать портреты. Далее, ребята. Двадцать второе. The author's book is quite good, but it's not as interesting as his last novel. Итак, ребята, здесь ничего мы не меняем. Interesting так и остается словом interesting. Книга-автор достаточно хорошая, но она не такая интересная, как его последний роман, новелла. И двадцать третье. Willard Weigern's sculptures are the tiniest works of art in the world. Итак, tiniest – самые маленькие. tiniest – скульптуры Willard Weigern's sculpture – это самые маленькие работы в мире. Итак, ребята, теперь мы с вами переходим к заданию под буковкой D. Underline the correct item. Подчеркните правильный вариант. Итак, we left in the middle of the film because it was extremely slow-paced. Extremely, ребята. Мы ушли на середине фильма, потому что он был чрезвычайно… Ну, то есть события развивались чрезвычайно, медленно. Двадцать пятый. Тим скорее посмотрит фильм о научной фантастике, научную фантастику, чем комедию. Двадцать шестой. The theater was totally empty as they had cancelled Monday night's performance. Театр был totally, вставляем totally, совершенно пустым, так как они отменили. Представление в понедельник вечером. Двадцать седьмое. Sarah is slightly nervous about singing in front of a live audience tomorrow night. Сара немного нервничает из-за того, что она будет петь перед живой аудиторией завтра вечером. Слайкли, ребята, слайкли. Двадцать восьмое. We would rather go to a classical music concert than go to a rock concert. Would rather. Мы лучше пойдем на концерт классической музыки, чем на рок-концерт. Далее, ребята, двадцать девятые. The Sydney Opera House is a very famous theater in Australia. Итак, оперный дом Sydney – это очень популярный, очень известный театр в Австралии. It's very, да? Very вставляем. Итак, ребята, тридцатые. It's completely impossible to find tickets to the ballet. Completely. Это совершенно невозможно найти билеты на балет. Тридцать первое. Jane would prefer to take pottery classes than learn how to sculpt. Would prefer. Jane предпочла бы больше уроки гончарного дела, чем учиться лепить. Тридцать второе. It was rather late, so Annabelle put her paintbrushes away and decided to stop painting for the day. Итак, было достаточно поздно, rather late, поэтому Annabelle отложила ее кисти и решила прекратить рисовать в этот день. Тридцать третье, ребята. Ольга предпочитает ходить в кинотеатр в будний день, потому что там не так многолюдно. Итак, ребята, обязательно не забудьте подписаться на канал, чтобы не потеряться. Обещаю, что в следующем году мои видео вам очень сильно пригодятся. А теперь мы переходим к заданию под буковкой И. Итак, complete the dialogue using the phrases below. Заполните диалог, используя данные фразы ниже. Итак, Крис и Пит. Крис и Пит. Привет, Пит, мы все идем на джазовый концерт сегодня вечером. Ты хочешь пойти с нами? Что отвечает Пит? Ребята, I can't make it, I'm afraid. I can't make it, I'm afraid. Боюсь, что я не смогу. И, если честно, я не слишком увлекаюсь джазом. I didn't know that. Я этого не знал. Тридцать пятый, ребята. What sort of music do you like? What sort of music do you like? Вставляем, да? Какую музыку ты любишь? Итак, actually, I'm really into classical music. На самом деле, мне нравится классическая музыка. I like that, too. Мне она тоже нравится. Тридцать шестое. What do you think of Mozart? Что ты думаешь о Моцарте? My favorite. Well, that's great, because I have tickets to the magic flute. Do you like it? Это великолепно, потому что у меня есть билеты на волшебную флейту. Тебе понравится это? I absolutely love it. Да, мне это абсолютно нравится. So, do you fancy coming to that? Итак, хочешь пойти? Ответ тридцать восемь. Sure, count me in. Да, рассчитывай на меня. Итак, ребята. А теперь мы перейдем с вами к следующему заданию на чтение. Итак, read the text and answer the questions that follow. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, которые за ним последуют. We can ask review films. Итак, выходное ревью искусств фильма. The class. Итак, the class is about a young teacher who works at a school in a poor area of Paris and his difficult students. Итак, класс о молодом преподавателе, который работает в школе в бедной местности в Париже. И у него сложные студенты. О его сложных студентах. The story was originally a book written by François Béjadeau. Béjadeau. Надеюсь, ребята правильно произнесла. Итак, история изначально это книга, написанная François Béjadeau. The film tells the sad story of how a teacher tries to teach his class of teenage students but fails because the students don't respect education for teachers and because they have no desire to learn. Итак, фильм рассказывает печальную историю о том, как учителя, учитель пытается научить свой класс, подростков, студентов, но ему это не удается, потому что студенты не уважают образование для учителей и потому что у них нет желания учиться. Итак, everyone who starts in the film, including Béjadeau, who plays himself, is a non-professional. Итак, все, кто снимается в фильме, включая самого автора, да, они не профессионалы. People expect the class to be boring because the teacher-student theme has appeared in films many times before, but it isn't. Люди ожидают, что фильм класс будет скучным, так как тема учитель-студент появлялась в фильмах много раз до этого, но он не скучный. It is an absolutely brilliant film and no one should miss it. Это абсолютно восхитительный фильм и никто не должен его пропустить. Далее, ребята. B. Следующий, ребята, фильм – это Slumdog Millionaire. Миллионер из трущоб. Итак, director Danny Bowles, Slumdog Millionaire, is the story of Jamal, a poor boy in India who goes on the TV show who wants to be a millionaire. Итак, режиссер Danny Bowles, миллионер из трущоб. Это история Jamal, бедного мальчика из Индии, который идет на шоу «Кто хочет стать миллионером». Итак, история сначала была премированным романом индийского автора Викаса Своропа. Jamal wins the TV show, but before he does, they take him to a police station, because the police think that he is cheating. Итак, Jamal выигрывает TV show, но перед тем, как он это делает, его забирают в полицейский участок, потому что полиция думает, что он как бы блефует, обманывает. While the police ask Jamal questions, we see events from Jamal's life, which explain why he knows the answers. Итак, в то время, как полиция задает Jamalу вопросы, мы видим события из жизни Jamala, которые объясняют, почему он знает ответы. At one point, the creators of Slumdog Millionaire had decided not to show it in film theatres and just make it onto a DVD. Сначала, с одной точки зрения, создатели «Миллионеры из трущоб» решили не показывать это в кинотеатрах, а просто выпустить его на DVD. Luckily, they changed their minds, because the film is now an international hit. К счастью, они изменили свое мнение, потому что фильм сейчас – это международный хит. И, ребята, следующее кино – это American Teen, американский подросток. American Teen is a documentary film by director Nannet Burstein. Итак, «Американский подросток» – это документальное кино режиссёра Nannet Burstein. Burstein filmed the lives of five teenagers who go to school in Indiana, USA. Значит, она описала жизнь пяти подростков, которые ходят... Сняла жизнь пяти подростков, которые ходят в школу в Индиане, США. Она следовала за студентами, снимая их повседневную жизнь в течение года, потому что она хотела показать, какого это быть подростком в Америке сегодня. American Teen is an enjoyable documentary, but sometimes it doesn't feel true to life. Американский подросток – это документальное кино, которым можно насладиться, но иногда оно не чувствуется, что оно близко к жизни. In fact, some film critics think that Burstein gave the teens lines to learn. Значит, фактически некоторые кинокритики думают, что Burstein дала некоторые строчки подросткам, чтобы выучить. Но в интервью подростки говорили, что фильм стопроцентно как бы на реальных событиях и никто не играет. Whether real life or not, American Teen is an entertaining look at young people today. Да или нет, но американский подросток – это взгляд, точнее просмотр, который вас развлечет на молодых людей сегодня. Итак, ребята, а теперь давайте ответим на вопросы. Which film? Итак, which film, A, B or C, is extremely popular all over the world? Очень популярен по всему миру. Это, ребята, миллионер из трущоб. Ответ B. Далее, ребята. Is about someone trying but not succeeding. О том, кто пытается, но не достигает успеха. Это фильм A, о классном преподавателе. Далее, ребята. Сорок первое. Does not seem realistic to some people. Не кажется реалистичным для некоторых людей. Это ответ C. American Teen. Сорок второе. What was first a very successful book. Был сначала успешной книгой. Это, ребята, тоже ответ под буковкой B. Is about daily life experience. О какой-то повседневной жизни. Сорок третий ответ C, конечно же. И сорок четвертое. Is interesting even though the plot is not original. Интересный, хотя сюжет не нов, не оригинальный. Это A. И was not going to play in cinemas at first. Его не собирались сначала показывать в кинотеатрах. Это ребята. B. Итак, ребята, а теперь мы с вами перейдем к последнему заданию. А между тем, пожалуйста, обязательно не забывайте подписаться на канал, чтобы не потеряться в следующем году. И переходим с вами к заданию G. Ребята, пожалуйста, обязательно поставьте лайки, если мое видео вам помогло. Итак, listen to some people talking about music on a radio program. And match the speakers 1.5 to the statements A.E. Послушайте некоторых людей, которые говорят о музыке на радиопрограмме. Соедините говорящих 1.5 с утверждениями A.E. Итак, ребята, значит, говорящий 1, 46-е, ответ D. The speaker's family inspired him, her to become a professional musician. То есть семья говорящего вдохновила на то, чтобы стать профессиональным музыкантом. 47-е, ребята, ответ E. The speaker feels nervous about performing in public. Говорящий нервно себя чувствует, потому что собирается играть на публике. Далее, 3-й, 48-е, спикер 3-й, ответ A. The speaker enjoys going to the concerts. Говорящий наслаждается походом на концерты. 49-е, 4-й спикер, ответ C. The speaker only likes listening to a particular type of music. Говорящий любит только слушать определенные виды музыки. И 50-й, ответ B. The speaker is not sure he is talented enough. Говорящий не уверен до конца, талантлив ли он. Итак, ребята, 46-е D, 47-е И, 48-е A, 49-е C, 50-е B. Ребята, обязательно не забудьте подписаться. Вам всем удачки. Всем счастливо. Пока.